Квартирный вопрос, как утверждал классик, хорошенько испортил современных людей, желающих иметь свою жилплощадь гораздо больше, чем объектов недвижимости. А где спрос, там и мошенники. В сентябре прошлого года мы расследовали историю с домами на улице Моховой, 42. Владельца тогда поставили перед фактом – он больше не хозяин, есть новые. В этом году история получила неожиданное продолжение. Давайте вспомним, с чего все начиналось. На улице Моховой совсем недавно появились два новеньких красивых дома. Вот дом, который построил Джек. Построил их не Джек, а Олег Волошин. В 2013 году мужчина приобрел большой земельный участок с половиной дома и хозпостройками. Дома были без света, без газа, без воды. Это были просто коробки. Восстанавливалось все. Здесь было все разрушено. Менялась крыша. Ставилось паровое отопление новое. Переделывались стяжки. Здесь было все странностного вида. О том, что здесь было два года назад, хорошо помнят соседи. Тут такие развалины были. Ни окон, ни дверей. Батареи все посрезано было. Ворот не было. За два года новый хозяин отремонтировал свою половину дома, а на месте хозпостроек соорудил небольшой двухэтажный домишко. Вот этот дом я строил два года. Эти ворота я покупал за свои деньги, устанавливал. Каждый кирпичик я знаю, как здесь положен. Однако зажить весело и счастливо в этих новых домах Олег со своей семьей так и не смог. 20 августа 2015 года неизвестные люди силовым путем захватили мой дом, который я строил два года. Вложил сюда сил, денег, энергии. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которого построил Джек. Новые хозяева, рассказывает сосед, начали не строить, а ломать. Смотрю, стоит машина, ключи. Высверливают, ребята, замки. Я говорю, не творите, что вы творите в испредел. Но они на это не реагируют. Вытянули в каком-то желтый файле документы. Говорят, мы здесь хозяева. И вдруг тебе пришли, мои хозяины. Я говорю, какие хозяины? Где вы хозяины взялись? Мы тут три года знаем одного хозяина. Никто ни разу не приехал. Когда я вызывал милицию, милиция не реагировала. Когда я показывал свои документы, они смеялись надо мной и говорили, что у них есть более свежие документы. Ознакомиться с этими более свежими документами на месте Олегу не дали. Да и в доступе к построенному домику категорически отказали. Здесь сменены замки, доступа нет. Конечно, я по телевидению видел, как занимают офисы, дома там все. Но это первый раз я видел, то, конечно, это очень картина неприятная, ужасная. Милиция, к слову, не успела поучаствовать в этой ужасной картине. Вот кот, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который поставил джек. Ну, а милиция уже приехала позже-позже. Ну, я знаю, может, через 40, через час вот так приехала милиция. Милиционеры, рассказывает Анатолий Иванович, опросили соседей, взяли документы у Олега и уехали, оставив Волошино у закрытых ворот. Вторые ворота еще не захватили, но дом уже переоформлен, проверен мой по реестру, уже он мне по документам не принадлежит. Я с минуты на минуту жду, когда приедут и меня отсюда выкинут. В регистрационной службе Олегу назвали новых собственников. Это Ковтун Виктория Тарасовна и ООО «Влада-2009». Найти первую хозяйку нам не удалось, а вот с фирмой повезло больше. Адрес юридического лица указан в едином реестре предпринимателей. Не на камеру соседи подтвердили, что в квартире 90 живет обычная семья. Ни о какой фирме «Влада-2009» они не слышали. Мы не смогли найти представителей «Влада-2009», а вот они нас моментально. Не успели закончить снимать в подъезде дома, как директор фирмы лично предстал перед нами. С претензиями, что беспокоим людей. Но назвать лиц, продавших ему дом на Маховой-42, не захотел. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Продавца я не рекомендую беспокоить. У нее очень большая собака, битбуль. Может сорваться, не дай бог. Не подумайте, что это угроза. Люди бывают разные. Если вы хотите в этом разобраться, а не шороху понаводить. Я вам доведу, что мошенник Олег Халушин. Мы договорились с директором Влады созвониться в понедельник. Тогда же и узнали, что у господина Назарова 7 пятниц на неделе. Да, Наталья, я вас слушаю. Здравствуйте, Дмитрий. Мы с вами договаривались, что в понедельник созвонимся, и вы мне покажете все документы, расскажете всю историю мошенничества, связанного с недвижимостью на Моховой-42. Мошенничество? Вы ставите уже вердикты? Вы судья? Нет. Ну, то там с вами нечего отговаривать. Да вы же мне сами сказали, что вы мне докажете, что у Волошин мошенник. Рассказать, кто же продавал недвижимость на Моховой-42, могли бы нотариусы, которые оформляли сделки. Первого мы так и не застали. Ни в офисе, ни по телефону. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу поговорить с Еленой Викторовной? А нет, ее... Со вторым нотариусом встретились. Однако общаться с журналистами он не захотел. Алло, человек, а уберите компьютер. По телефону Ростислав Бондаренко рассказал, как проходила сделка. Продавца я вам не смогу, потому что было зарегистрировано решение суда в регистрационной службе. Только нам известен был и собственник. Что касается документов, с документами все в порядке. По крайней мере, у меня. Ко мне документы пришли абсолютно правильные. Олег Волошин тоже узнал, что потерял дома по решению бабушкинского суда. Хотя недвижимость находится в Амур-Нижнедипровском районе. И все вопросы по ней должен рассматривать именно этот суд. Судья Цыганков вынес какое-то решение. И в результате этого решения сделали уже перепродали. Кто подавал иск, неизвестно. Ведь Олега на судебное разбирательство забыли пригласить. Меня в суды никто не приглашал. Ни меня, ни моих родственников никого в суды не приглашали. И никто с документами не давал ознакомливаться. Суд по Маховой 42, как выяснилось, состоялся 16 апреля. В июне у судья Цыганкова закончился срок полномочий. Решение в реестре не зарегистрировали, а дело потерялось по дороге из кабинета судьи в канцелярию. Станом на 25.08.2015 року суддею Цыганковым цивильная справа не повернута до канцелярии Бабушкинского районного суду міста Дніпропетровська. Тому выдати копию решения по справе не є можливым. Без копии решений Олег не может ни апелляцию подать, ни требовать защиты прав у прокуратуры. С моим адвокатом пишем в областную прокуратуру, в городскую, с просьбой разобраться в ситуации. По сегодняшний день не сделано ни одного движения в этом направлении. Ни милиции, ни никто, ничего вообще. Получается, что решение судей, пока оно не отменено в том же суде, где и принималось, важнее права собственности и законов. Вот пес без хвоста, который за шивр треплет кота, который пугает и ловит свиницу, который часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил. Это решение – это вопиющий факт незаконности и безграмотности, безнаказанности. То есть судья, принимая такое решение, понимает, что никакой ответственности не понесет благодаря каким-то своим связям, коррупционным и так далее. Адвокат Андрей Верба не впервые сталкивается с подобными решениями судей Цыганкова. С 2012 года мы не можем добиться справедливости, благодаря, в кавычках, деятельности этого конкретного судей. А вот в прокуратуре говорят, вину судьи еще доказать нужно. Нельзя сказать сразу о вине судьи, потому что сейчас другие стороны не могут предоставлять заведомо поддельные документы, на основании которых. И областная, и районная прокуратуры, рассказал Артем Быков, занимаются этим делом. На данный момент устанавливаются документы, на основании которых суд выносил решение. Это именно договор купли-продажи. Договор купли-продажи был в 2007 году, тогда не было реестра решений в базе. Очень трудно сейчас это в оперативном методе быстро установить. А еще, пообещал заместитель прокурора Бабушкинского района, правоохранители займутся оценкой действий судьи, который вынес такое решение. Нужно останавливать, это нужно искоренять, чтобы в дальнейшем мы уже ни с этим не сталкивались. А это корова безрогая. Легнувший старого пса без хвоста, который зашивая треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, который в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Фразу бывшего заместителя прокурора Бабушкинского района о том, что преступность нужно искоренять, наверное, забыли внести в учебники для правоохранителей. Как иначе объяснить то, что практически за год дело не расследовали? Более того, дома по улице Моховой, 42, снова в эпицентре скандала. Какую схему использовали на этот раз? Давайте посмотрим. Место действия тоже Моховая, 42. Действующие лица те же. Олег Волошин, его дома и неизвестные злоумышленники. Жанр – детективно-коррупционный триллер. Хотя в какой-то момент главный герой поверил, что его одиссея закончилась хэппи-эндом. В конце 2015 года получилось у меня вернуть с огромными материальными зарплатами на оплату адвокатов и судей даже чуть-чуть. Удалось вернуть право на имущество. Мы получили решение апелляционного суда, отменившее преступное решение Цыганкова. В декабре 2015 года Олег Волошин даже получил документ, подтверждающий, что недвижимость снова принадлежит его семье. Казалось бы, живи и радуйся. Я расслабился, обрадовался, думал, что действительно есть у нас в стране какая-то справедливость. Хотя, конечно, потратил и сил, и денег, но как-то успокоился. Однако непростая история с недвижимостью заставила Олега передумать, переезжать с семьей из Запорожья в Днепр. Жизни в Днепропетровске я уже не видел после этого всего. Хотел, думаю, ну, продам. Мы к нотариусу занесли документы. Она сказала, что надо какие-то там нотариальные действия сделать с соседями, там что-то. Да, я сказал, готов. Я вернулся в Запорожье, буквально через два часа прозвучал звонок, и нотариус спросил меня, а что вы продаете, оно не ваше. И смех и грех. 4 апреля этого года Олег узнал о том, что все его многочисленные суды были напрасными. Дома опять отобрали. Оказывается, уже в регистрационном деле, которое возникло почему-то в Васильковском районе Днепропетровской области, регистратор Дубовик по решению каких-то опять судов зарегистрировал, лишивши своей регистрации, право меня опять на два дома. Стоимостью есть оценка 6,5 миллионов гривен одним движением. Действительно, 25 марта регистратор Дубовик Андрей Александрович внес ведомости в единый реестр недвижимого имущества о том, что оба дома и земля по адресу Моховая, 42, принадлежат Владиславу Медведкину на основании якобы заочного решения АМУР Нижнедепровского суда от 29 февраля 2016 года с подписью суддей Руденко. Почему якобы? Потому что в самом суде ничего не знают ни о деле, ни о таком решении. За данными перевірки автоматизованої системы документообігу суду, в проведении суддей Руденко цивильных справ за позовом Курачанської ВЛ не перебывало. Цивильной справы, зареєстрованной за номером проведения, в проведении суду взагалі не перебывало. Під номером проведения зареєстрована цивильная справа про стягнение алиментов. Копия долученного до данного запиту рішення АМУР Нижнедепровского районного суду від 29 лютого 2016 року, ухваленого нібито суддею Руденко ВВ, викликає сумнів в його дійсності. Однако регістратор не проверял решение суда. Когда я у регістратора спросил, ну как же вы это делаете, зачем вы это делаете? Он сказал, я имею право, я не в моей компетенции рассматривать, фальшивое это решение или не фальшивое. Заодно, рассказывает Олег, он связался с новым счастливым владельцем двух коттеджей. Я нашел этого человека, он сказал, что он в неведении. Он сказал мне, что он ничего не знает, и он готов в понедельник со мной пойти куда угодно, сказать, что он ничего не знает, отменить доверенность и все это назад вернуть. Ну, с понедельника он пропал, и по сей день я не знаю, где он, и что там. Кто-то говорил, что он там или в АТО, или где-то я, не знаю я. Искать правду Олег поехал в областное управление юстиции. Он надеялся, что там отменят регистрацию, сделанную на основании сомнительного документа. Сотрудница управления быстро разобралась в ситуации. Она за две минуты позвонивши сказала, да, я вижу, решений таких нету, да, это рейдерский захват, я вижу. Но мы сделать ничего не можем. Обращайтесь в Киев, обращайтесь в Киев, в Министерство юстиции. 12 апреля Олег Волошин отвез жалобу в Минюст. Он все изложил и попросил отменить регистрацию на Медведкина. Через два месяца я получил ответ. Вы не вложили какую-то ксерокопию, поэтому мы не можем вам скасовать. Я ездил до этого в это Министерство юстиции, спрашивал, может мне прийти на комиссию, может доказательство, может надо что-то привезти. Нет, вы ждите ответа, это все очень секретно. И я получил такой ответ. Не такого ответа ждал Олег. Я пришел искать туда правду, у меня с кабинета вытолкало 10 амбалов оттуда. Мы хотим вам помочь, они сказали. Я говорю, помогите. Вы напишите опять, вы напишите опять, скажите, мы ее обязательно рассмотрим. И я поднялся и пошел. В эффективную работу полиции Олег тоже не верит. В этот раз, говорит, даже не обращался к ним. Ведь правоохранители не расследовали еще прошлогоднее дело. Милиция ничего не сделала, если вы почитаете эти ответы, вы обхохочетесь просто с этих всех ответов. Ответов уже два рюкзака. Ничего веселого в истории Олега полиция не видит. Наоборот, говорит, дело крайне запутанное. 18 февраля 2016 года Ковтун подала заявление в полицию о том, что нарушили неприкосновенность ее жилья. По данному факту было открыто уголовное производство. По данному факту еще были раньше заявления. И 356 статья о самоуправстве уголовного кодекса Украины. И все эти дела были объединены в одном. Сейчас сотрудниками АНД полиции было направлено ходатайство о том, чтобы суд дал решение, согласно которому можно в БТИ взять выемку и установить полностью передвижение. И что происходило, кто покупал изначально. Почему полиция решила проверить документы только сейчас, неизвестно. Чем правоохранители занимались ранее, тоже. Сейчас идут именно установления, кто конкретно является хозяином. Поскольку и Волошин имеет определенные документы, согласно которым отменены все решения на владение Ковтунда. А у Ковтунда есть, соответственно, свои документы. И те, и те документы, они имеют вес. Чтобы установить это все, необходимо долгое и тщательное разбирательство именно по каждому документу. Надеемся, долгое и тщательное разбирательство когда-нибудь завершится. В прокуратуру Днепропетровской области обращаться нет смысла никакого. Я понимаю, что это все действуется под кураторством прокуратуры. Прокуратуре, само собой, не согласны с такими заявлениями. Эта справа багатоэпизодна. Там не один эпизод. Она объединена. Нарази проводится досудовое расследование. Предварительная квалификация дела сообщили в прокуратуре вынесение судьей одного из судов города заведомо неправосудных решений. Что привели к тяжелым последствиям. Плюс завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. Нарази проводятся судовые экспертизы с метою установления вартости, майна, яка была в отчужине громадян. Для того, чтобы установить суммы сбытки с причинами громадян. Проводятся судовые экспертизы. Почеркознавчие, оціночные, та инши. Допытываются свитки. Встановлются все обставины. Большего в прокуратуре не сообщили. Тайна следствия. Но Олег Волошин не верит этим формулировкам. Возбуждены уголовные дела против судьи бабушкинского суда Цыганкова. Девять месяцев это дело вроде бы расследуется. Но судья Цыганков так и ходит на работу. Получает бабочки наши с бюджета с вами. И нормально себя чувствует. Заявляет, что у него отчим в высшем специализированном суде работает. Мать его работает в Феофании. И видел он нас всех очень далеко. Олег пытался жаловаться на судей и прокуроров в Киеве. Из этого тоже мало что вышло. Написал на прокурора, на судей в НАБУ. В НАБУ написал. 200 страниц. Благополучно скинули в Генеральную. А Генеральная, угадайте, куда она скинула? В Днепропетровскую область. Там, где я жалуюсь на прокурора Матвейчука. На него заведено уголовное дело. И скинули, чтобы он его расследовал против себя. Все, что сейчас может сделать Олег, это в суде требовать отмены регистрации. Даже было одно заседание суда, в которое, естественно, никто не явился. Будет вот второе заседание суда, на котором я надеюсь все-таки на благоразумие судьи, на его совесть, что она примет решение. И тогда, возможно, уже с этим решением я пойду опять в регистрационную службу или куда-то к нотариусу. И уже опять на меня, то есть на мою тещу восстановят регистрацию. Но надолго ли ее восстановят, я уже ничего не понимаю. Единственное, в чем Олег уверен сейчас, это в своем желании продать дома и забыть о них. Да, я хотел здесь жить, но видя, что здесь творится, да, творится во всей стране, я понимаю, но здесь вообще какой-то оазис бандитизма и мошенничества именно. Я даже не обижаюсь на бандитов, которые это делают. Я, я, это их не работа. Ну, работа же есть у каждого. У прокуратуры какая-то другая работа. Не отнимать имущество у граждан. У кого какая работа, вопрос скорее риторический. Изменит ли что-то грядущая реформа прокуратуры, тоже неизвестно. Если вы столкнулись с беззаконием и несправедливостью и готовы нам рассказать свою историю, звоните по телефону 067-34-34-555. Либо присылайте письма на электронную почту по скриптам собачка34.ua. И не пропустите следующий выпуск. До встречи. Закон – это не паутина, сквозь которую крупные мухи пробираются, а мелкие застревают. Анареде Бальзак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok